Политическая нестабильность в стране пошатнула экономику и так пострадавшую от пандемии коронавируса. Из-за этого многие забеспокоились, будут ли социальные выплаты произведены своевременно. Однако сложившаяся ситуация не повлияла на пенсионные выплаты. В отдельных районах уже начали доставку пенсий. С 1 октября размер пенсии немного увеличился, а так пенсии, размер которых ниже прожиточного минимума, вырастут минимум на 300 сомов, выше на 360. Социальный фонд сообщил, что проведение выплат не прерывается. Были повышены базовая часть пенсии на 105% или на 100 сомов для тех пенсий, у кого размер пенсии ниже прожиточного минимума пенсионера, то есть 4287. И страховые части пенсии также повышены на 7%, но не ниже на 200 сомов. У кого размеры пенсии выше прожиточного минимума 4287 и выше, у них повышены только страховые части пенсии путем индексации на 7%. На пенсионные выплаты на 2020 год предусмотрено около 48 миллиардов сомов. В месяц на выплаты направляется около 4 миллиардов сомов. В связи с перерасчетом с 1 октября на октябрь, ноябрь и декабрь дополнительно потребуется 828 миллиардов сомов. В Кыргызстане насчитывается около 690 тысяч пенсионеров. Порядка 60% из них пользуются услугами банков. Остальным 40% пенсионеров пенсии доставляют сотрудники почты. После перерасчета средний размер пенсии равняется 6061 сому. Между тем, на другие социальные выплаты и на выдачу заработной платы ранее были получены кредиты от международных финансовых организаций, а пенсионные выплаты производятся за счет социального фонда.